Всем привет дорогие друзья, канал продолжает активно расти, нас уже почти 60 тысяч, что нереально круто, не буду останавливаться на достигнутом и это однозначно повод, чтобы двигаться дальше. И сегодня у нас снова выпуск про всеми известного 16-летнего школьника, которому вечно 16, он никогда не стареет и всегда правду говорит всем и естественно в натурашечку тренет, куда же без этого. Вообще, как вы знаете, он долго скрывал факт приема химии, всячески пытался протолкнуть фуфло про натуральный прогресс, а также особо выделялись эти вот нереальные натурализированные трансформации, за 2-3 месяца которых Тамай превращался из забившего куска сала в довольно таки немалый по размеру надувной шарик, и что самое забавное во всем этом, находились и шаки, которые ему верили. Вот перед вами один такой кадр, который написал ну просто какой-то гениальный пост под одним из моих шортс роликов про мышечную память, и что Тамайев, мол, никак почти не изменился, а только лишь жирок подскинул. И что, мол, интернет бы узнал по-любому, если бы герой нашего видео химичил. Как же я ору с подобных индивидов, которых ну просто какое-то нереальное количество под моими видео, и они с пеной у рта доказывают мне, что на самом деле все, кого я разоблачаю, они вовсе не химики, а просто одареннейшие люди. Именно невежеством людей Тамай активно и пользовался, продавая им свои пустые программы тренировок, которые выглядели не намного лучше всеми известного мема про отжимание. Ну и само собой, невежество зрителей позволяет Асхабу зарабатывать нечестным путем, продвигая букмекеров, финансовые пирамиды и казино. И если же говорить про его натуральность, то многие яшаки, которые доказывают, что он натурал, даже не в курсе, что Тамайев сам признался, что он химичит. Причем один раз на видео его сняли скрытно. А туриного вообще максимум 2-3 килограмма района, уже 4 килограмма. Да не, не факт. Если даже кушать много, то он был слабый препарат. Один из самых слабых препаратов. А ты еще как-то тернобол, что-то такое говорил, нет? Туринобол. Тренболон ацетат. Да-да, тот самый тренболон ацетат. Ну а позже он открыто заявлял о том, что да, таки баловался балабалоидами, но не хотел открыто об этом говорить, чтобы другие не повторяли за ним. Когда меня публично спрашивали, Асхаб, принимаешь ли ты химию или нет, я всегда говорил, нет, я не принимаю. Объясняю почему. Меня смотрят миллионы подростков. И в случае, если я говорил бы, да, я принимаю химию публично, эти же подростки, которые меня смотрят, они просто следовали бы моему примеру. Вот такой вот у нас заботливый мистер Вечные 16 лет. Видимо, за людей переживают, а что они теряют деньги на его лохотронах, так это никого не волнует, пускай и дальше вкладываются. Но недавно один из моих зрителей прислал мне ролик Тамаева, в котором тот задвигает про свою крутую натуральную форму в 15 лет и буквально признается в том, что похерил себе здоровье химарем. И это только начало моей трансформации. Я хочу вернуть ту форму, которая у меня была в 14-15 лет. Вы просто посмотрите, как я выглядел в 15 лет. И я в 16 лет выпил таблетки для набора массы и все себе испортил. Ничего страшного, вернем эту форму. Надо быть хоть дым, хоть де тебя. Про ушатанное здоровье поговорим немного позже. Тут важно в первую очередь то, что он опять многого не договаривает и банально пытается переврать многие факты. Вот тот самый отрывок из видео Алексея Мокшина, на котором тогда еще 15-летний Тамаев слезно клялся, что химарь он не использует. В 2016 год он писал мне о том, чтобы я снял про него ролик. Вот такая у меня форма пишет Асхаб, а я его спрашиваю, а что ты будешь делать в 25 со своей гормоналкой? Подумал ли ты прежде, чем садиться на курс? Чему все эти говорят? Клянусь, жизни не пользовался. Я не пользовался он в жизни в 15 лет. 15 лет, пацану. Клянусь, в жизни не пользовался. Хотя, для любого адекватного человека и так понятно, что он тут явно захимиченный. Просто хотел, таким образом, попасть на ролик известному на то время блогеру, чтобы, так сказать, хайпануть на свой внешности. Конечно же, натурально. И оказывается, с его слов, 14-15 лет форма была натуральная и она была лучше, чем форма сейчас, после такого вот количества курсов. Вот же сказочник, и кто в это поверит? Не, ну реально, что это за дичь такая? Когда он успел в натураху такое тело построить, видимо, только родился, сразу в зал пошел. Или же, как обеликс, упал в чан с волшебным зельем, из-за которого мышцы стали расти сами по себе. Как утверждает герой нашего видео, он начал принимать таблетки для роста мышц и все себе испортил. Понятно, о каких таблетках идет речь. Выпил таблетки для набора массы и все себе испортил. Это единственное осуждение, которое является правдой во всем этом звезде же. Таки реально испортил, и на это указывают сразу многие факторы. Сюда можно отнести и быстрое старение организма, когда в 17-18 лет он выглядел лет на 10-15 старше своего возраста. А также потому, как быстро он откатывает и заплывает жиром. И становится понятным, что его эндокринная система не работает совсем. И эстрадиол у него в избытке явно, а тестостерон явно в низах. Я сейчас прохожу лечение, гормональное лечение, да. Эстрадиолер не так сильно настроил гормоны. Я реально умирал. Что там с другими гормонами, что с сердцем, сосудами, что с печенью, даже страшно себе представить. И еще бы, с малых лет тренболоноцетат он принимал. Это же, мать его, очень жесткий препарат, который используют спортсмены высокого уровня. И то делают они это под контролем специалистов. И естественно сдают все необходимые анализы. И делают это максимально аккуратно. А этот, будучи малолетним звездюком, уже химичил такими вот мощными препаратами. Что там было в голове, совсем непонятно. Да еще и другим советовал тоже этот препарат. Причем, там судя по видео, были вообще новички, которые в химле не разбираются. Садит сразу на тренд того, кто до этого никогда не химичил. Это сверхразум какой-то, блин. Какие там у него знания могут быть? Многие, наверное, возразят и скажут, мол, зато добился многого. То, что он добился многого, это, во-первых, стечение обстоятельств. Повезло, что помойка бодимания распиарила его и сделала тонну шлаг-контента с ним. Во-вторых, это лютый балабол, который вообще без каких-либо моральных принципов. То он называет себя мусульманином, то открыто говорит о том, что да, я делаю ставки. Я такой, какой я есть. И многие мне пишут, Асхаб, ты понимаешь, что ставишься ключ на ключ, это харам. Ребята, я прекрасно все понимаю, я не отрицаю, я это в все моменты признаю. Я являюсь блогером, я не являюсь идеальным примером человека, к сожалению, да. И если бы я идеальным, я никогда в жизни эти ролики не снимал бы, никогда в жизни в инстаграме тут не сидел бы, понимаете, да, о чем я. Я не олицетворяю себя как хороший человек, я такой, какой я есть. Главное, что я знаю, что я не гнилой. Это просто не умещается в голову. Такое огромное количество противоречий и таких жестких. Да и по сути, весь его нынешний контент построен только на вранье и каких-то фейковых движухах. Вообще, Томаев это идеальный пример того, как далеко может зайти человек без каких-либо моральных принципов. У каждого из нас есть некие моральные ограничители, которые не позволяют совершать то или иное действие. Эти ограничители зависят от воспитания, принадлежности к конкретной религии, социума и так далее. Я не знаю, кто его родители и в каком обществе он вырос, но тут, видимо, все факторы явно не способствовали формированию в нем хоть какой-то морали. Он до сих пор рассказывает, как сделает крутую форму в натураху, хотя вроде уже признался, что химичил, и вот опять 25. То он просто какую-то шнягу задвигает, что, мол, всем врал, что на самом деле старше. Ребята, я бы хотел вам в чем-то признаться. Надеюсь, вы меня поймете. Как вы знаете, мне 21. Но на самом деле это не так. Мне 26. Хотя потом оказывается, что это вранье. То еще какие-то странные вещи рассказывает, которые противоречат друг другу. И я в 16 лет выпил таблетки для набора массы и все себе испортил. Да, было дело. Лет 18. Первый раз я принял фармакологию. Теперь вон трансформации снова какие-то пошли. Да и фактически в каждом слове можно увидеть вранье. Он даже не против пожертвовать своим здоровьем, чтобы в очередной раз попантоваться и привлечь хайп к своей персоне. И всегда был готов похерить свое здоровье ради денег и славы. И многие неокрепшие умы могут реально повторять за ним и сделать так же. Единственное, что меня удивляет уже очень давно, так это то, как он остается на плаву постоянно. И до сих пор, в принципе, остается на плаву. Не, ну серьезно. Уже и на вранье миллион раз ловили. Уже и сам признавался во вранье задним числом. Но все равно кто-то смотрит этот шлак-контент. Для каких целей? Непонятно. Неужели он что-то полезное рассказывает в своих видео? Да нет. Только, собственно, бесконечные фейковые конкурсы какие-то, бесконечное понтовство, бесконечное балабольство. Непонятно, кто все эти люди, которые его смотрят. Видимо, их интеллект находится на уровне этого вот комментатора, который до сих пор верит в натуральность Тамаева. Всем же своим зрителям я не рекомендую вообще прислушиваться к его советам по тренировкам, питанию и так далее. Там знаний особо никаких нет. И его ушатанное здоровье тому полное подтверждение. Можете глянуть подробный ролик на эту тему. Не хочу заострять на этом еще раз свое внимание. Уже все это я и так неоднократно разбирал в своих видео. А на этом пока все. Ставь этому ролику тренболоноцитат со смесью. Тренболоноцитат со смесью. И не забывай писать в комментариях, кого еще следует разобрать в рамках рубрики «Ушатанного здоровья на химоре». До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok